Андрей, вы снимаете слишком много, я расскажу. Я только начал. Артём, ты пока отсортируешь всё. Ключи! Ключами, чтобы открыть мусорку. Жизнь. Да у нас на палубке такие самые. Какого вы ещё не видели? А что это? Я ещё покажу. Всё покажу. Заинтриговал. Интрига. О, давай. 10 крон. Ага. И что? И всё. Ось дырка, беру, совую. Ну. А на клац, и всё. А в чём магия? А теперь магию покажу. Ааа, ты плачешь, типа ты сам себе пробил, не нужен косит? Ага. Аааа. Аааа. Ааа. Это полный вход. Ну это больница, да? Швеция. Умя. Магазин Нью-Йоркер. На ценниках можно найти даже в гривнах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Пытаю. Есть тенденция переезда в основном из певночьи Швеции на певдень. И Стокгольм – это наиболее привабливое место, потому что там есть все. А тут на певночь, тут далеко отстань один от одного, далеко отстань до других мест. Надо добраться до Стокгольма, чтобы взять итак от других стран. А в Стокгольм все просто. И поэтому люди хотят ехать туда. Но вообще на певдень Швеции там теплее, меньше снигу. В Швеции быть частью Европейского Союза – это большая честь и большая польза. Потому что открывается рынок сбуду в других странах. Это не только рынок сбуду, как для экономики. Это и для громадян. Вольное пересывание, вольная эммиграция, рабочие силы. Швеции платят за эту высокую цену. Они платят 40 миллиардов крон в Евросоюз каждый год. А назад утримали еще 10 миллиардов. Это означает, что 30 миллиардов крон или 3 миллиарда евро остается в Евросоюзе, который назад до Швеции не возвращается. Но за счет выигрыша, который швеции получают в конце, все-таки он набагато выше. А евро не вводит. Потому что если ввести евро, то зарплата в Европейском Союзе, что обычно подвесится в Европе. И обычно стаясь гирьше. Такий пример, например, в Финляндии. Там стало гирше после выведения евро. Зарплати стали меньше. Резин. Если человек зарабатывает меньше 18 тысяч крон в год, то податок не платится. А потом в зависимости от того, сколько человек зарабатывает. И это может быть от каких-то процентов до почти 80%. Если человек зарабатывает реально много денег. Это все так называемый социализм, где все должны получать равные условия. В этом году шведская армия снова начала брать отбор призывников до своих лагов. В этом шведская отмолилась давно. Не знаю, сколько лет, сколько десятков лет назад. Но в этом году призыв до армии шведской снова начался. Прожить в Швеции 5-6 лет. Мать постоянное место проживания в Швеции. Дозвращение на постоянное место проживания. И не мать криминального минула. Найбільшая релігия – это протестантство. На другом месте появляется ислам. А потом идет православное. Вероятно, что не знаю. Шведи в последние годы стали просто... Возвращались очень сильно от церкви и сами по себе. Я не скажу, что они атеисты, но они бы отказались далеко от церкви. Первое. Сколько лет они учатся в школе? 9 лет – базовая школа. 3 лет – гимназия. Разом 12 лет. Не могу сказать, что гимназия обвязковая. Сдаётся – нет. Базовая школа – 9 классов. Потом 3 лет – гимназия. Это гимназия. Ты готовишься до следующего круга. Или ты получаешь профессию «электрик», медсестра и тому подобное. Или шофер, повар. Или ты учишь на производстве и готовишься до вступа в университет. Вступ в университет – он зависит от твоих оценок, а также и тех знаний, которые ты получил в школе. Если ты не учил математику в школе, то ты не можешь учиться на инженера. Для этого тебе нужно проходить дополнительные курсы и получать специальную доведку, чтобы ты получил те револицы знания, которые нужны для вступа на определенные программы. А потом, в зависимости от того, как ты программа выучил, учишь те, что хочешь. Чтобы получать ступень бакалавра, нужно учиться 3 года, а не 4 года в Украине. А магистра – 5, а не 6. Потом – отработать. Отработать за отриманное навчание магистра не нужно. Но если ты хочешь дальше научиться специализировать себя в какой-то сфере, то это уже часто идет в свою работу с различными областными организациями или приватными компаниями, которые оплачивают навчание. И тогда уже другие контракты там подписываешь. Все остальное. Но базовое навчание – все безкоштовное. Різдво – середина літа и пород зими. Середина літа – это когда наидовший день. На этот свят он святкуется 3-4 дни. Вихідных. Новый год не вважается таким великим святом, потому что ему передает Різдво. Різдво – это вечер 24 грудня. Все собираются с семьей. И 25 грудня все собираются в кого-то, у друзей. И тогда вечером все идут и гуляют, потому что все собираются как бы до своих домов. Звучит своих старых друзей, одноклассников. 26 грудня так же. И тогда уже все разъезжаются. Но тогда Новый год – уже более молодежное свято. Трошки, трошки. Великий день также не сильно святкается. Как бы есть, но он невеликий. Тогда проводят зими. Это завжди 31 квотня. Если есть 31 квотня. 30 квотня, 1 травня. Это проводят зими. Палят великое багатство, проводят зиму. Алкоголь не можно купить в ресторане. С собой никогда его не можно принести. И из ресторана никогда его не можно никогда вынести. А чтобы купить спиртное в магазине, то существует лишь одна марка в магазине. Называется «Систем Булагет», где можно купить спиртное. И спиртное очень дорогое. Пьют по-разному. Алкоголики есть здесь также. Но немного меньше, чем, например, в Северной Европе. Потому что спиртное очень дороже. Одна из причин. И оно не так и распространено. Полицию поважают. Корупции в полиции нет, но нет полицейских. На жаль. Но кто поважает? Обязательно, граждане поважают. Но сквозь есть хулиганы, которым это все равно. И которых в полиции хорошо знают. Но по фашистским законам, фашистские законы достаточно либеральные. И если вбить человека, то можно отбудить, а потом просто сидеть, может, 6 лет. Чотбулы. Такие маленькие котлетки. Такие. Тогда пауты на певночу едят. Это наши пельмени. Только немного большие. Трешки мяса и тесто с картофелем. Сучасные страви, они достаточно схожи на все европейские страви. А так, чтобы шведская кухня окремая и как бы такое, я не знаю. Потому что я не швед. У нас есть льодяный готель на певночу Швеции. Вьюка-Серви. Более Кирюна. Все из льода полностью. В машинах устанавливают. У каждого подогрев мотор, або же от электрики, або же от дизеля, або от бензина. Подогрев салон. Будинки приспособлены, в первую очередь, до холодных зим. Влитку в будинках может быть очень спекотно, потому что они не сделаны. И вентиляция, и все, до земли. Так дороги чистят непогано. Иногда погано. Через 20 лет энергия электрики полностью восстановлена. Закрыты все электростанции атомные, электромобиль, максимально все компьютеризировано. Люди будут больше идти в сферу обслуживания. Через 20 лет количество населения швеции значительно увеличится. Ну, напевно, что так оно и будет. А там побачим. Клинику, напевно, открыли.